9 июня состоялось очередное заседание городской топонимической комиссии, на рассмотрение которой были представлены 14 предложений по присвоению номинований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах Сергея Посадского городского округа. Речь шла не о переименованиях, а именно о присвоении новых названий безымянным улицам, проездам, отрезкам дорог, остановкам. В общей сложности комиссия рассмотрела 14 вопросов. Было предложено. Присвоить номинование проезду проходящему вдоль пешеходной зоны дорога-храму от Советской площади до улицы 1-й ударной армии. Присвоить номинование улицам, расположенным в границах населенных пунктов в деревне Трехселищи, села Заболоте, рабочего поселка Скоропусковский, города Ходьково на территории дачного некоммерческого партнерства «Весна». Переименовать остановку автомобильного общественного транспорта путепровод в районе улицы Куликово в Клементьевскую, а остановку «Пионерский лагерь» вблизи деревни Рогачева в Рогачево-Южное. С особым вниманием в год 75-летия Победы рассмотрели предложение о присвоении улицам и проездам округа имен земляков, получивших высокое звание Героя Советского Союза. Было предложено. Присвоить ныне существующему проезду номер 30, что возле Краснозаводска, номинование улицы Сержанта Разина. Присвоить безымянному проезду, расположенному между улицами первоударной армии и Нижнекукуевской, вдоль ограды школы номер 1, номинование улицы лейтенанта Смирнова. Присвоить безымянному тупиковому проезду в городе Сергеев-Посад от железнодорожной улицы к энергоучастку в микрорайоне «Звездочка» вблизи Непыха, номинование улицы Майора Емельянова. Присвоить проезду в городе Сергеев-Посад в квартале новой малоэтажной застройки в районе улицы Сорокина, номинование улицы Алексея Гаганова. Присвоить безымянному отрезку дороги, присоединяющему Клементьевский путепровод с улицы Воробьевской в городе Сергеев-Посад вблизи дома по проспекту Красной Армии номинование улицы Майора Шубина. Переименовать улицу Строителей в городе Краснозаводск в улицу Николая Балучева. Присвоить улице в районе бывшего Гефсиманского скита номинование улицы Маршала Шапошникова. Стоит отметить, что личности Маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова на заседании комиссии было уделено особое внимание. Он оставил свой след в истории нашего города, определив направление хозяйственного использования и дальнейшего развития территории бывшего Гефсиманского скита и его окрестностей. В частности, переход его на долгие годы военному ведомству, следствием чего стало появление крупного микрорайона ферма. Поэтому для увековечивания имени маршала Шапошникова городская топонимическая комиссия посчитала логичным подобрать место поблизости от Гефсиманского скита. Но инициативная группа ветеранов выступила с иным предложением по присвоению имени маршала Шапошникова либо «Зеленому переволку» в Сергиевом Посаде, либо «Западному объезду». Мнения присутствующих разделились, что вызвало полемику. Западный объезд назвать «Западному шоссе имени Шапошникова». Оно звучит и «Западное шоссе» и «Маршал Шапошникова». И там никакой нет этого. И там можно на вот этом разъезде, которое идет к московскому шоссе, поставить и память. Это было бы очень красиво. Но при этом это было бы «Западное шоссе имени Шапошникова». «Шапошников» имеет значение не только для Министерства обороны и для военных, а именно для города. Важно, наверное, в данном случае указывать не на военные аспекты деятельности Шапошникова, а именно на то, что Шапошников являлся депутатом от города Загорска до 1-го САЗР ЖКОВНОЙ СОВЕТ. Не получится ли так? Выберите какой-то вариант, а потом окажется, что он экономически даже более дорогой, чем переименовательный переволок. И второй вариант – объездное шоссе имени Шапошникова с возможностью поставить памятник Шапошникову в двух точках. и на первичном разъезде напротив московского шоссе, и на развязке на шоссе на Симхоз, где кольцо и где прекрасно можно обустроить это положение. Что касается западного объекта, все-таки, так сказать, объект очень крупный для города. И, понимаете, имя маршала Шапошникова, у нас очень много действительно других лиц, Сергеев Посад, богат тем, как говорится, лицами, которые общенационального масштаба, с которыми связан город. И по формулировке. Вы знаете, все-таки вы думаете, западное шоссе имени маршала Шапошникова – очень много слов. Вы подумайте, кто будет производить документы оборот, кто будет произносить это название, оно будет сокращаться, коверкаться в результате, потому что каждый будет стараться его сократить. Поэтому вообще экономическая наука не рекомендует больше трех слов в названии, чтобы оно было просто удобно в произношении и написании. «Город» по рождению Лавры. Это чисто исторически я беру, то есть без пропаганды, без сил. Если принимать вот такие решения, о чем я всегда был против, я всегда стоял за то, чтобы старой части города по возможности возвращать старые названия, то мы потеряем его как туристический объект. Если вы считаете, что это ерунда, что это никому не нужно, главное, вот улица такая-то названа, но главная память такая стоит. Простите, кто на них будет смотреть? Местные жители. Вот если с этих позиций смотреть, то вы понимаете, я категорически против. То, что свой вклад Борис Михайлович Шапошников внес в нашу историю и историю страны Советов, это однозначно, но я все-таки стою на исторической какой-то необходимости и объективности. И считаю, что любое имя, которое мы можем связывать с конкретным географическим каким-то знаковым событием, или местностью, или городом, любого поселения и так далее, это в первую очередь, я бы рассматривал на примере Бориса Михайловича, это вот фирма. Это более точно, и даже здесь вот, уже даже для нас, для комиссии, расписали очень четко, что подписанная в 1940 году вышла директива о развертывании в районе Кричковской и Виканских лесных дач, филиала Академии Генерального штаба и Унифрунзе и так далее, и так далее. Это стало днем рождения будущего поселка-ферма в городе Загорске. Поэтому мы сейчас пытаемся отдать дань уважения вот человеку, вот такому вот знаменитому, там, отдаем ему там западный, там восточный, но давайте все-таки возвратимся к тому, что было конкретно им сделано. И тогда будет понятно, и дальше потомкам нашим, когда мы будем объяснять, почему названо, почему носят имя, почему там так-то развивается. И даже когда, если уж сейчас говорить о паломниках, о туристах, там действительно сейчас, Владимир Александрович правильно говорит, кто знает, поедут в Гевсиманию, не поедут, а в Гевсиманию скоро будут ездить, потому что, вы знаете, наезды царские были именно туда, в первую очередь, в Черниферский скип, к Варнаве, к Блаженному Филиппушку, там и так далее, и так далее. Вот, и это замечательное место, географическое, которое будет притягивать не меньше. Может быть, даже ферма более подходит, потому что большая заслуга Шапошнукова и развития института, развития поселка. Кто за первый вариант? Прошу голосовать. Кто за второй вариант? Кто за третий вариант? По уважаемому члену комиссии, решение принято. Комиссия, поработав, рекомендовала присвоить имя маршала Шапошникова части Весенней улицы от Замышляева до Солнечной в районе бывшего Гевсиманского скита. По окончании заседания его участники поделились своим мнением. Сейчас поступил официальный документ из администрации Московской области с рекомендацией, так сказать, интенсифицировать этот процесс. И поскольку материалы в основном были уже подготовлены по именам героев, но не все прошли предварительный у нас фильтр в службах администрации. Со многими не согласились по месту присвоения, что где-то улица несоответствующего вида, недолжного. Но по тем вариантам, вот это увековечение имен наших местных героев в названиях улиц. Частично это было сделано в 1965 году. Одно имя мы увековечили в прошлом году, благодаря инициативе Сергея Евгеньевича и моей. Вот это лейтенанта Алексеева на западном поселке присвоили. Ну а теперь вот пакетом, что называется, присвоили имена еще нескольких героев. У нас город Сергий Посад, это часть маршрута Золотое кольцо, туристического. Соответственно, у нас должен быть город представлен как туристический центр. То есть должно быть как-то вписываться в само название улиц, в каком месте не названы. С тем, чтобы мы могли провести экскурсию. Вот вы приезжаете в город, вам предлагают экскурсию по городу и начинают рассказывать. И здесь вот как раз очень хорошо должно быть все продумано. Ну и вот и начинается борьба. Каждый, что называется, дело тянет на себя. Ну вот приходится иногда очень сильно спорить. Ну в целом проходит интересно. Как раз вот споры, они помогают народу уточнить, плюс это выступает уже как некий из момента просвещения, потому что не все хорошо знают местную историю. Комиссия наша по топонимике серьезно готовится. Это изучение исторических документов, архивов, карт с выездом на местность, с учетом ландшафта местности, исторической судьбоносности того или иного события, связанного опять же с этой или местностью, с персонажем или историческим, о котором пойдет речь, потому что присваиваем имена. В основном мы своим реальным историческим личностям, легендарным личностям. И что требует, конечно, большой подготовки. Нашим дорогим согражданам я хочу сказать тоже большое спасибо за активность, за поддержку, за неравнодушие, потому что много писем приходит, много звонков, приходит в зал, кто-то пытается руку поднимать, спросить, задать вопрос, чтобы мы ему объяснили тот или иной вопрос, ту или иную проблему, имя. Это же важно. Поэтому подходить к этому надо серьезно, вдумчиво, спокойно и радоваться тому, что мы это можем делать, что мы прикасаемся таким образом к истории, продолжаем ее. По большинству вопросов мы приняли решение однозначно, некоторые вопросы мы отложили на дополнительное рассмотрение. В ближайшем будущем и в далеком будущем у нас большие планы. Мы также будем вести работу по присвоению, по рассмотрению вопросов о присвоении улицам также наших героев, потому что у нас их еще определенное количество, мы считаем правильным увековечить их имя. В дальнейшем мы также будем рассматривать вопросы и присвоить наименованиям нашим развивающимся территориям, территориям, которые мы формируем для многодетных семей. У нас также есть безымянные переводки, улицы, которым тоже необходимо и правильно было бы присвоить наименование. Елена Георгиева, Алексей Петров, День города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова